Детская познавательная программа Открывашка. Открываем мир вместе. В общем, кому как удобно. В любом месте можно нас слушать. Да, у всех ведь есть мобильные телефоны, смартфоны, где есть интернет. Вот включил, пожалуйста. Где бы вы ни находились, вы можете быть вместе с нами. Меня зовут Владимир Сметанин, и я сразу же представляю моих соведущих. С ребятами давно не виделись. Злата Андреева. Злата, привет. Доброе утро. Петя Винокуров. Петя, привет. Привет. Да, Миша Литун. Миша, тебе тоже доброе-доброе утро. Привет. Привет. Ну, я не могу изменить этой традиции, мы с вами редко видимся, я хочу вас спросить, вот что с вами любопытного и интересного случилось за последнее время такого хорошего? Вот у меня, например, младшему сыну на этой неделе исполнился ровно год. Его зовут Артём. Поздравляем. Да, спасибо большое. У вас что хорошего такого? У нас на неделе прошёл семинар областной в нашей школе. Это в Слободском, да? Да, в Слободском. Приезжали учителя со всей области. Мы проводили семинар на краеведческую тему, делали специальную интерактивную модель города Слободского, там из картона делали разные достопримечательности, ставили, в общем, всё как-то разместилось в большом зале, центр города разместился в большом зале. В общем, было волнительно, прекрасно, замечательно. Да, мы, несколько человек из нашего класса были жителями этого интерактивного города, а также мы сняли фильм на основе этого семинара. А где можно фильм посмотреть? Он в интернете есть где-то уже? А вы выложите? Нет. Нет? Не выложите? Ну, выложить не выложили. Можно было бы полюбопытствовать. Миш, давай, коротенько скажи, что у тебя хорошего за последнее время произошло? Ну, сходил куда-нибудь что-нибудь, не знаю. Просто не из чего выбрать. Да, наши гости иногда подсоединяются. Купил, может, что-то приобрёл или, не знаю, нашёл. Нет? Ну, хорошую оценку получил в школе. Да. Отлично. Вот, это тоже хорошее событие, злата. А мы принимали участие в фестивале «Театральные огни», и наш театр получил диплом лауреата за лучший спектакль. Я поздравляю тебя. Спасибо. А что-нибудь ценное-то вручили? Часы. Часы? Да. Настенные? Настенные. Настенные. Хорошо, вот, смотри, замечательно. Жизнь продавается, жизнь кипит. Сегодня у нас очень интересная будет тема в программе «Открывашка». С нами наши хорошие друзья, наши наставники, учёные, физики, да, из Вятского государственного университета. Марина Толмачёва. Марина, доброе утро. Доброго. Александра Ирнеденко. Александр, доброе утро. Александр у нас, как обычно, уже в полной боевой готовности показывает нам что-нибудь любопытное. И тему, давайте, Марина, вы уже озвучите. Так, тема сегодня у нас магнетизм. Магнетизм. Всё, что с этим связано, мистического, занимательного, научного. Мы сегодня это всё с вами обсудим. Что такое магнетизм? Это притягивание предметов к магниту. Ну, можно принять. Ну, можно принять, да. Есть магнит, и он что-то притягивает, да? Да. И мы сегодня будем разбираться, что же это такое. Я предлагаю сразу же вопрос нашим слушателям задать, да, потому что у нас же ещё и викторина здесь. 211-101, уважаемые ребята, не мешкайте, набирайте номер телефона и отвечайте на вопрос. Сейчас прозвучит вопрос, а затем пейте винокуров, озвучите призы, которые у нас сегодня есть. Да? Итак, вопрос. Итак, первый вопрос будет таким. Значит, вот очень много легенд о том, значит, откуда произошло название магнит. И вот самое красивое название ему дали китайцы обозначение. Значит, по-китайски звучит слово магнит как чуши. Вопрос такой. Как в переводе на русский, из китайского... Больше походит на глагол какой-то. Что делать? Чуши. 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 Вот. Как в переводе с китайского... Что в переводе с китайского обозначает это вот слово чуши? Чуши. Что обозначает в переводе с китайского? Ну, интернет вам в помощь, дорогие ребята. Вот я слышал уже звонок там у нас. Скоро будем принимать. Хорошо. Что в переводе с китайского означает чуши? Да. Ну, продолжаем. Хочется ответить. Хочется ответить. Ты знаешь ответ? Я не знаю. Ничего себе. Сейчас будешь оценивать, правильно или неправильно ответили. В школе китайский изучаете. Нет. Будешь общаться сейчас с нашим слушателем или слушательницей. Есть, да, уже? Нет? Не подключаем еще. А легенды какие-нибудь вы знаете? Откуда произошло? Про магнит. Да, про магнит. Знаете что-нибудь? Китайской мифологии мы не разбираемся. Ну, это не совсем китайские. Хотя первое применение, наверное, было в Китае. Об этом мы тоже поговорим. А давайте, принимаем звонок уже. А давайте. Давай, Миша, принимай звонок. Общайся. Привет. Привет. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Меня зовут Милана. А сколько ты красивая? 11 лет. Отвечай на вопрос. Итак. Магнит с китайского переводится «любящий камень». Это? Правильно. Какой? Любящий камень. Любящий? Да, любящий камень. А я вот хотел как раз-таки... То есть он к себе вот притягивает. Любит всех. А я как раз хотел спросить, а что такое магнит? Что это? Камень, металл? Что это вообще такое-то? Это камень всё-таки считается, да? Это камень, да. То есть, ну, магнетит — это руда, которая преимущественно состоит из оксида железа. Вот. То есть, ну, вы знаете, что вот намагниченное железо обладает наибольшими магнитными свойствами. Да. То есть стальные предметы металлические, они наиболее сильно притягиваются к магниту. Милан, мы тебя поздравляем, да, абсолютно правильный ответ. Сейчас мы тебя передаем нашему редактору, Вере, ты с ней пообщайся, потому что мы ещё не озвучили призы, а вот Петя сейчас как раз-таки их озвучит. У нас... Внимание. На данный момент у нас есть шесть разных книжек, три из них энциклопедии, три — художественная литература. Энциклопедия для юных автолюбителей легковых автомобилей для читателей от шести лет. Энциклопедия для также юных естествознателей от чего и почему для ребят от шести лет. Энциклопедия «Подводный мир», подробное описание всех морских существ и речных существ, и хорошие, в общем, цветные иллюстрации, интересные. Да, очень красиво, да. Рик Риордан «Перси Джексон и море чудовищ» для любителей фэнтези и приключений от читателей от двенадцати лет. Лине Кобербёль «Дикая ведьма, магия, крови» — 12+, и «Кролик Питер на основе нового фильма» — 6+. Также у нас есть четыре приглашения. Куда? Первое приглашение на двоих в театр на Спасской на спектакль «Золушка» 20 апреля в 10.006+. Также у нас есть приглашение на двоих в драматический театр на спектакль «Комната с бывшейся желаний» 27 апреля в 11.006+. Ещё у нас есть приглашение на двоих в «Кото-кафе Зоки» и приглашение на двоих в «Батутный парк Марио». Всё, отлично. Очень много призов, очень хорошие. Да, вот такие призы у нас сегодня. И тему магнетизма напоминаем сегодня у нас в открывашке. Так, «Любящий камень». Остановились мы на этом. Да-да-да. А может, сразу вопрос какой-нибудь зададим, чтобы следующие думали, а мы потом. Давайте зададим. У нас вопросов сегодня очень много просто. Да, потому что всем знакомо, собственно, да, явление, как это притягивается и так далее. Петь и Винокорович, давай петь. Так, тоже вопрос связан с китайцами. Первое применение магнита. Был применён магнит в приборе, специальный прибор, который до сих пор используют туристы в определении, куда ориентироваться. Как называется этот прибор, который работает исключительно на магнитном поле Земли? О, много слов Петя сказал. Можно было короче. В общем, если вы пошли в незнакомую местность, то нужно взять с собой это, чтобы не заблудиться. Мне кажется, сейчас уже сразу будет звонок. Да, действие этого прибора основано на магнитном поле Земли. И, кстати, этот прибор лежит у нас перед глазами. Вот здесь мы можем его потрогать, чуть позже к нему обратимся. Так, а там легенды какие-то существуют по поводу происхождения? Да-да-да, вот давайте поговорим о легенде. Просто это очень интересно, очень много людей. Ну, понятно, что мистические свойства же приписывали, потому что притягивает что-то. Вот одна легенда о пастухе, которого звали Магнус. Вот, да. И гуляя как-то в горах, вот, он гулял по черным камням. И, значит, у него гвозди в подошве, то есть металлические, да, и палка с металлическим наконечником, вот, они прилипали к этим камням. Вот, и, значит, решив, что это, может, температура связана там еще с чем-то, он этой палкой потыкал во все предметы, ближе находящиеся. Вот, и оказалось, что только именно эти камни притягивают. То есть он принес его с собой и показывал, короче, устроил там шоу профессора Николя, образно говоря, да, занимательное шоу, устроил домашними соседям, вот, и там все сразу восхитились чудодейственным камнем этим, и якобы оттуда пошло это название. Это когда и где происходило-то? Какая страна? Ну, это было в Европе. В Европе? Значит, и вот оттуда же, значит, вот была провинция в Греции Магнесия, вот, да, и что там были залежи вот этого камня, то есть именно оттуда пошло. Вот, вообще в Европе очень долго восхищались этим камнем и свойствами этого камня. И наряду с драгоценными он был, вот даже у Ньютона, у Исаака Ньютона, да, вот в Персне, в Печатке, был вместо драгоценного камня магнит. О, как! Сразу видно ученых. А сейчас как-то мы никакой ценности-то особо не видим, да, в магните? На холодильник повесили! Магнит и магнит, да, на холодильник повесили, да. Давайте поприветствуем нашего слушателя. Петя, давай, ты задавал вопрос. Доброе утро. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Павел, мне 11 лет. Павел, 11 лет, да, все. И ответ на вопрос? Девять, нет. А, девять лет? Ответ на вопрос? Компас. Компас, ура! Поздравляем тебя, да, у нас тут действительно вот перед нами лежит компас. Немножко у него помехи, видимо, да, и есть вот от нашей тут всей аппаратуры. Ну, ничего, показывай. У нас очень много магнита сегодня. Показывай, показывай. Север, юг, все нормально. Павел, что ты выбираешь? Паш? Ну, я выбираю, не знаю. Хорошо, хорошо, давай, мы тебя сейчас передаем нашему редактору, и она тебе еще раз напомнит, какие у нас призы есть, и ты определишься. Доброго утра тебе и хорошего настроения. Ты у нас сегодня победил. Так, продолжаем наш разговор. Может быть, что-то уже можно продемонстрировать? Да, вот сразу тогда вопрос. Вопрос нашим ведущим. Да-да-да, вопрос в студии, ну, потому что зрителям, слушателям не очень будет наглядно это все. Сейчас несколько. Мы опишем, что происходит. Как можно изготовить компас дома, в домашних условиях, своими руками? То есть вот у вас нет никакой конструкции, нет магнитной стрелки, так скажем, да, по-другой. Как можно создать компас? Ну, ничего себе вопрос. Положить на бумажку бумажку воду, намогнить иголку, положить иголку в воду. Вот, ну, то есть до этого мы должны... Миша, я вообще сейчас ничего не понимаю. Миша, ты молодец. Надо демонстрировать. У нас, правда, не бумажка, она намокнет. У нас есть, значит, сосуд с водой. Да, у нас сосуд с водой. Вот сейчас, да. Пробка, чтобы она не утонула. И иголка... Печально. Александр, собственно, сейчас эксперимент проводит. Ну, либо мы посмотрим, может быть, в конце. Просто внезапно соскользнула намагниченная иголка. Так, сейчас мы кладём гвоздь. Попробуем. На магничь. Ничего, ничего. Гвоздь, штука такая, он стремится к тому, чтобы утонуть, да. Не получается? Короче говоря, вчера мы определяли, где север, где юг. Сегодня просто пробка под наклон. Может, тут просто наклон? Это можно в любом... Значит, у нас соскало. Это в любом месте можно сделать. Это абсолютно в любом. Мы сейчас ещё попытаемся сделать, да. Ну вот, если положить на магнит иголку, например, или гвоздик, ну, чтобы подольше полежало, соответственно, намагнитится. На магнитится, да. Металлический предмет намагнитится. И главное поместить на поверхность где нет трения. Понятно, что между водой там, да, и пробка, и трение минимально. Поэтому она может свободно разворачиваться. И пробка вместе с... вернее, иголка на пробке должна развернуться. Ничего ей не мешает, да. Должна развернуться, да, как компас. Ну вот видно, что... Ну вот мы, да, сейчас всё-таки удалось Александру положить эту намагниченную. Вот, и можно проверить, каким образом, что действительно это работает. У нас у любого магнита есть... Что? Что? Петя, Злата, Миша, что есть? Вы готовили сейчас это. Что есть? Вот у нас есть магнит. Плюс, минус, минус, плюс. Как это называется? Стороны? Как называется? Северные. Полюса. Полюса, да. Миша, ты прям вообще молодец. Ты очень много знаешь про магнетизм. Вот, есть полюса северный и южный. Да, Вить? Да. Да. Это не плюсы и минусы, северный и южный. И там и там холодно, если брать землю. На магните, собственно говоря, вот смотрите, синенькие и красненькие цвета. Вот, но это чисто там символично, потому что... Это чтобы обозначить, да. Красный цвет, это какой символизирует, какой полюс? Южный. Почему? Потому что красный, это горячо, да, а юг, это там должно быть горячо. А когда вообще это было придумано? Что вот южный, красный, северный, синий. Кто когда это придумал? О-о-о. Смотрите. Ну, не настолько давным-давно. Ну, в физике это принято довольно давно. Но это чисто вот методологически, потому что если мы выкрасим весь в красный цвет магнит, это не значит, что у него только южный полюс будет. Это значит просто, что мы выкрасили магнит в красный цвет. Да, это для удобства. Это для удобства. Вот. И, соответственно, если я разрежу этот магнит пополам, например, что будет? Я получу отдельно южный полюс или северный полюс? Нет. Как думаешь, Миша, Петя? Нет. Конечно, нет. Во-первых, вы его не разрежете? Нет. Ну, я могу распилить. Ну, почему? Взять, например, по железу какую-то палатную, да, распилить. То есть я получу два магнита, которые тоже будут иметь северный и южный полюс. Еще могу распилить, снова получу, там, из этого магнита еще два магнита получу. Вот. То есть у нас невозможно разделить полюса. У нас электрические заряды можно разделить друг от друга, а полюса невозможно отделить. Вот. Но это, конечно, нужно углубляться в строение магнита, чтобы понять. В общем, сколько магнит вот этот, не пили, все равно он останется магнитом. Он все равно будет притягивать. И к нему будет притягиваться. Да. Давайте следующий вопрос зададим нашим слушателям. Миша. Ну, зададите. Молчание. Давай, Миша, давай. Где на земном шаре магнитные стрелки и компаса будут показывать обоими концами на юг? Подожди. Стрелка компаса загнется и будет показывать только на юг? Нет, когда не пойдешь, все равно будет показывать на юг. На юг. Ага. Возможно, это один из полюсов? Ладно, пусть подумают наши слушатели. 211 из 101. Где на земном шаре есть такое место, где стрелка компаса будет только на юг показывать? Ну, ученые-то знают ответ. Конечно. Да я думаю, он сам напрашивается ответ. Задумались. Я просто думаю над следующим вопросом, подумала. Вы знаете, что первый магнит, ну не первый, один из первых магнитов, опять же таки в Китае. Не, ну потому что первое применение значится именно там, в военных целях. То есть вот, да, значит, компасы называли в Китае югоуказателем. То есть не просто там не север, а почему-то именно югоуказатель. То есть они шли цель направлены там завоевывать юг. И вот. И у них первые компасы, значит, были смонтированы в фигурки, которые, значит, своим пальцем показывали юг. Это как дедушка Ленин, да? Да, 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 да. Показывает направление, куда нужно идти. Вот. И поэтому, не перехитрив противника, знали, куда нужно выйти с помощью этих компасов. Не заблудились. Вот. Всех победили. Интересная конструкция тоже была в Китае в виде ложки. То есть там была ложка, у которой, значит, как это называется? Черенок? Не ложка, да. Черенок, вот. Был магнитным. Ложка помещалась также на подносе, вот. И могла разворачиваться, соответственно, по сторонам света. Вот. Очень интересно. Зачем так выпендриваться? Ложка какая-то. Вон. Вот. Вот иголочка, и все. И хорошо. Значит, вот у нас есть еще очень интересное применение. В данном случае оно у нас развлекательное применение. Но почему бы не сделать такую гигантскую магнитную пушку? Магнитная пушка? Да. Сейчас мы с ней иметь будем дело. Ну, давайте сначала посмотрим, что у нас будет происходить. Давайте вот это вот уберем, чтобы об этом было. Да, убираем емкость с водой. Значит, у нас здесь, я сразу описываю конструкцию, у нас есть желоб, ну, пластиковый. Не магнитится, а пластиковый. Ну, это такой пенальчик, которым закрываются. Значит, да, на таком не совсем далеком расстоянии находятся вот здесь в связке под черной изолентой неодинмовые магнитики. Вот. И, значит, шарики-подшипники, просто металлические, да. Шарики из подшипников? Которые очень хорошо магнитятся. Очень хорошо магнитятся. А к чему они магнитятся? Они магнитятся к магниту. Ага. Магнит там закреплен. То есть вот этот шарик, он совсем, он прям совсем очень сильно примагничивается. А так как этот расположен чуть подальше, у него, естественно, что магнитное взаимодействие не такое сильное. Так, и что мы сейчас будем? Держу. Пулять? Так. Поехали. Поехали. Ух ты! То есть он стреляет достаточно сильно. Ну, во-первых, здесь у нас два явления. Это закон сохранения импульса, да. Вот эти шарики, когда друг от друга толкиваются, абсолютно упругий удар. Можно проще сказать. Просто один шарик толкнул другой, да и все. Да, 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 да. А так как еще получается ускорение в магнитном поле, то они летят, соответственно, с очень большим ускорением. Да, вот такой. Ой! Быстренько получается, конечно. Можете побаловаться. Это может соорудить любой вообще желающий. Конечно. А эти шарики ведь можно взять в любом магнитном конструкторе или не подойдут? Ну, почти в любом магнитном конструкторе. Ну, любые, просто металлические шарики. Мы разобрали подшипник. Подшипник. Шли-шли, нашли подшипник, разобрали. И все делов-то. Не димовые магниты с Алиэкспресс. Все. Миша, повтори, пожалуйста, вопрос вашим слушателям. 211-101. Мы еще пару минуток подождем, будет ли звонок. А если не будет звонка, то ответим на этот вопрос и зададим другой. Где на земном шаре магнитная стрелка обоими концами будет показывать на юг? Ну, такой вопрос. Подумайте. Минутку две еще ждем. 211-101. Призыв у нас хороший. Призыв еще много. Так что звоните. Размышляйте. Так, продолжаем. А, не звонка куда-то еще. Да, пока нет еще. Так, вот встречный, похоже несколько вопрос, тоже связанный с Землей, так скажем. Значит, вот мы знаем, что вокруг Земли есть магнитное поле. Так ведь? Магнитное поле. Значит, вот магнит, вот скажем, вот красная стрелочка, половина стрелочки у нас показывают на юг. Это получается географический южный полюс или магнитный южный полюс? Магнитный. Географический. Они не совпадают. В том-то и дело. В том-то и дело. Ну, фактически магнит от стрелка, это же тоже магнит. А как у нас взаимодействуют магниты? На какой полюс показывают? Как магниты? Притягиваются или отталкиваются? Если это одноименные магниты, то они отталкиваются. То есть плюс и плюс. А раз не отталкиваются, значит, у нас должна магнитная стрелка соответственно отталкиваться от одноименного полюса магнитного. То есть у нас, скажем, вот красный конец стрелки, который символизирует у нас юг, показывает на южный географический полюс. Географический. Так получается? Ну, географический полюс. А, соответственно, магнитный полюс у нас наоборот с другой стороны. О! Можно я выйду перевариваю? Это информация, поразмышлять. Это у нас южный географический, совпадает с северным магнитным полюсом. Ну что, у нас есть звонок, давайте примем. Сейчас такой прострациссер. Привет. Меня зовут Света, мне 12 лет, и я хочу ответить на ваш вопрос. Ну, мы прям на 100% уверены, что ты правильно ответишь. Это северный магнитный полюс. То есть, находясь на северном полюсе... На северном географическом полюсе. Сейчас все уточняют уже. Стрелка компаса будет показывать на юг. Вернее, обе стрелки компаса. Да. Оба конца этой стрелки, да, Миша? Правильно все? Ну, подсказывай. А, я понял, в чем это декрет. Стоишь на северном полюсе, и одна стрелка вот так появится. Конечно, ты находишься на самом полюсе. Да-да-да. То есть, они будут показывать на юг. Они в любом случае на юг будут показывать. Ясно. Ты знала или подсказала? Или подсказал кто-то? Где-то подсмотрела правильный ответ. Я знала об этом. Знала. Ну, молодец. Молодец. Определяйся, что хочешь получить. А что у вас есть? Хорошо. У нас много чего есть. Давай, пожалуйста, не клади трубку. Мы тебя передаем нашему редактору Вере. Она тебе расскажет. Озвучит весь список призов, и ты определишься. У нас середина часа между тем подошла. Мы делаем традиционную музыкальную паузу. Напоминаю, что сегодня открывашка посвящена такому явлению, как магнетизм. Ну, все мы, абсолютно все, собственно, можем быть свидетелями ежедневно этого явления. Да-да-да. У нас в студии физики ученые Марина Толмачева и Александр Ирониденко. Давайте музыкальную паузу и продолжим через полторы минуты. Продолжение следует... Что за музыку я слышу за окном? Все растаяло, что было зимним сном. И весенним водопадом вон сосули громко капал. Засмеялось, и звучало все круто. Открываемся шире двери. Просыпайтесь, птицы и звери. Поступила злая зимушка, зима. Позабыли мы, просто уже стали, нам совсем не нужны. Холод и немая тишина. Зимний холод и немая тишина. Это музыка, как вешняя вода. С нею нам не будет скучно никогда. Там мелодия повсюду, вместе с нею петь я буду. Эту музыку запомню навсегда. Открываемся шире двери. Просыпайтесь, птицы и звери. Открывилась злая зимушка, зима. Позабыли мы, просто уже стали, нам совсем не нужны. Еще раз доброе утро, уважаемые ребята, уважаемые взрослые. Продолжается программа «Открывашка». Очень серьезная, интересная тема сегодня. Я до сих пор как-то в выбитом состоянии. Оказывается, не совпадают у нас географические и магнитные полюса. Вы представляете, в свои 36 лет я сделал для себя такое открытие. Хотя, наверное, забыл скорее. Сегодня введем передачу «Мы». Миша Литун, Петя Винокуров, Злата Андреева. Меня зовут Владимир Сметанин. С нами наши наставники, друзья физики из Советского государственного университета. Марина Толмачева и Александра Ирониденко. Александр там готовит уже следующий опыт. Да, мы все это увидим чуть позже. Ну, а пока я хочу задать следующий вопрос. Ну, не я, а я хочу предложить ребятам задать следующий вопрос. 211-101. Петя, у тебя есть вопрос ведь еще, да? Нет, пусть Злата задают. Злата, давай. Что такое магнитное поле? Что такое магнитное поле? Мы как раз сейчас хотим об этом как раз-таки и поговорить. И как это так сейчас поступить, чтобы, начав наш разговор, мы не ответили сразу уже. А давайте просто посмотрим. Значит, вот у нас есть магнит. Значит, вокруг магнита должно быть магнитное поле. Загигулина такая в руках у Марины, да. Загигулина, сладкая. Магнит типичной формы. Я подержу. Так. Давай я подержу. Что такое магнитное поле, мы сейчас будем наблюдать. Александр, видимо, рассыпает... Опилки. Опилки, железные. Да, мы рассыпаем на поверхность коробочки. Металлические опилки. Белое поле у нас. Магнитом мы тут держим наклонную плоскость, и они не ссыпаются у нас практически. И мы видим, что у нас опилки располагаются определенным образом. Не абы как, а действительно определенным образом. Видите, Миша, ну ты вот смотри. Причем они, видимо, что не отталкиваются друг от друга, да. То есть вот у нас как раз-таки подковообразный магнит. И один у нас северный полюс, другой южный полюс. И вот опилочки расположились вот так вот определенным образом. Замысловатым рисунком, ну определенным, да, упорядоченным. Упорядоченным. Это все-таки не хаотичное расположение, а вот, да. А если сейчас, соответственно, магнит пошевелить, что будет? Вот такое вот интересное явление. Да, опилочки там, собственно, тоже железные концентрируются определенным образом. Так, вот вопрос. Как их сейчас собрать еще? Как собрать? На магнит. На магнит. А как потом с магнита убрать? На другой магнит. Размагнитить. Развлекать члены бесконечно. У нас есть звонок. Злата, ты задавала вопрос? Теперь и общаться. Привет, как тебя зовут? Рита. Рита, наша постоянная слушательница. Да, Рит, привет. Отвечай на вопрос. Магнитное поле – это силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающее магнитным моментом, независимо от состояния их движения. Магнитное составляющее электрического поля. Рит, мы чуть не уснули. Нет, ну все правильно, конечно, все правильно. Прямо как учебник как будто открыла и прочитала, да. Ну, правильно, конечно. А если проще, Марина, если проще, в двух словах, в трех нельзя объяснить, что такое магнитное поле? Рит, побудь немножко с нами, да. Магнитное поле, ну, можно сказать, что это особая форма материи, то есть мы ее не видим, не чувствуем. Это материя? Да. Боже мой. Это особая, у нас есть, да, вещество есть материя, то есть это особая форма материи, невесомая, то есть мы ее не видим, не ощущаем, вот, которая определяется по действию на магниты и на движущиеся заряды, на движущиеся заряды. Ой, я недели две буду переваривать всю информацию, которую я сегодня получил, да. Вот, ну, ответ правильный. Да, ответ правильный. Рита, да, сразу определишь, что хочешь получить или тебе редактору передать? Редактор. Давай, давай нашему редактору, да, пожалуйста, общайся. Ага, продолжаем. Вот, ну, тут сейчас как раз-таки мы подошли к следующему пунктику, то есть мы говорили о постоянном... Марина, может, я вас... А вот гравитация, это не магнитное поле все-таки? Гравитационное поле, это не магнитное поле. Вот, значит, мы говорили, да, это с вами о постоянных магнитах и о конструкциях, которые включают, да, постоянные магниты. Вот, ну, сейчас как раз-таки прозвучала еще вот одна фраза. Вокруг движущихся зарядов возникает магнитное поле. То есть движущиеся заряды, это на что такое? Электрический ток. То есть вокруг проводника... Которому была посвящена одна из, да, программ открывашка. Вокруг проводника с током у нас возникает магнитное поле. Магнитное поле. Да. Да. И, значит, тоже история открытия, вот, это, она очень такая обширная и интересная. Вот, можно сразу, да, вопрос задать. То есть, вот, например, электропроводка, которая есть в наших квартирах, в жилищах, то есть вокруг этого всего есть электромагнитное поле. Есть магнитное поле, да. Вопрос, давайте сразу зададим вопрос. Давайте. Кому? Слушателям? Слушателям. Слушателям. Сейчас мы любим задать вопросы всякие про даты и про фамилии ученых. Вот, сегодня что-то тут не прозвучало. Поэтому давайте несколько исторических экскурсов. Вот, значит, вопрос такой. Кто и когда первым обнаружил магнитное свойство тока? Кто и когда? Ну, я предполагаю, это было давно. Этот вариант ответа уже не озвучивать, когда вы дозвонитесь. То есть, да. Кто и когда? Ну, ищите, ищите, ищите подсказки, интернет и так далее, пожалуйста. 211-101. Ждем 3-4 минуты, я думаю, ждем. Если не будет звонка, то мы ответим сами и зададим следующий вопрос. Значит, ну, вот, соответственно, проводник с током. Это у нас электромагнит, да. Как можно сделать, опять же-таки, электромагнит в домашних условиях? Компас, мы с вами уже поняли, как делать в домашних условиях. Компас, это постоянный магнит, да, вот, который мы говорим. Это постоянно, естественно, да. Значит, вот у нас здесь есть модель электромагнита. То есть, провод, намотанный... Сердечник в виде гвоздика. На гвоздях. То есть, это фактически импровизированный сердечник, импровизированная катушка. И концы этой катушки, то есть проводники, мы подключаем к источнику тока. В данном случае у нас, соответственно... Батарейка типа ААА. Батарейка. Вот, и мы видим, что у нас гвоздик поднимает... Пиши, пожалуйста, чтобы слушать им было. Цепочка из канцелярских скрепок. Ага. Лежала себе по себе, спокойно. Пока мы не подключили два кончика к разным полюсам батарейки. Так, ну вот сейчас просто если мы возьмем ее и отсоединим, то она должна у нас, по идее, отпасть. Нет, я... Да. Если отсоединить хотя бы от одному полюса, то это... А, все, упало. Все упало. Только долго так держать не стоит, она нагревается. Нагревается. Вот, казалось бы, все просто, но впечатляет, да? Да. Злата, почему? Потому что это что-то такое вроде мистическое. Это чудеса. Это чудеса. Я-то чудеса. Так, подождите, у нас все-таки не шарлатанская программа, у нас ученые физики у нас. Я поддерживаю, гвоздик не магнитили. Магия вне Хогвартса. Нет, этот гвоздик был не намагниченный. Просто у нас, раз у нас есть батарейка, мы знаем, там есть плюс, минус, да, при подключении в замкнутую цепь у нас возникает электрический ток. Что такое электрический ток? Это движение заряженных частиц, да, то есть у нас там есть заряженные частицы, которые перемещаются по проводникам. Вот, у нас замкнута цепь, есть электрический ток, вокруг которого возникает магнитное поле. Вот, это магнитным полем мы, значит, поднимаем. Знаете, есть такие большие устройства, видели, наверное, кран, который... В порту? Да, в порту, который перегружает железные там контейнеры. Это же электромагнит. А вот, кстати, там пускается ток... Митик недавно смотрела, ну, погоди, один из выпусков там на корабле, значит, волк в погоне за зайцем прятался под металлическими какими-то балками. Да, и электромагнитом эти балки примещали, у него пряжка ремня, значит, к этому электромагниту, да. То есть она его подняла к этому электромагниту и переместила там вместе. Он переместился вместе с магнитом на какое-то там расстояние. Так, продолжаем. Мы хотим что-нибудь еще интересное увидеть. Так, значит, вот у нас здесь есть очень интересный прибор. Демонстрационный гальванометр. То есть это такой прибор, который показывает наличие тока, есть ток или нет. То есть вот стрелочка у нас на нуле, да. Соответственно, если у нас... Он какой параметр-то измеряет? Силу тока напряжения нет? Ну, в данном случае, да, ток. 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 В данном случае он у нас показывать будет ток. Стрелочка на нуле. Стрелочка на нуле. У нас есть катушка. Соответственно, в данный момент у нас через катушку ток не идет. Не идет. Так, мы в сеть. А, вот так. Нет, не работает? Сейчас исправим. Может, мы подключили в розетку, в которой отсутствует ток. Посмотрите, пожалуйста, наш звукорежиссер Артем, если у тебя есть возможность помочь, пожалуйста. Пожалуйста. Может быть, просто... А, вот. Мы просто не нажали на кнопочку. Просто не нажали на кнопку. Вот сейчас, если вы обратили внимание на прибор, в момент, когда у нас щелкнули выключателем, стрелка отклонилась. В момент, когда щелкнули выключателем, потом снова на ноль встала. То есть, на тот момент появился ток в цепи. Так, сейчас. Сейчас. Давайте смотреть внимательно, что тут у нас будет происходить. Делаем так. Хоп. Делаем так. Хоп. И еще вот так вот. Хоп. То есть, что я делаю? Вот, если вы обратите внимание, у меня здесь есть сборная катушка. Катушка. Да. Одна катушка. Вы сейчас заставили сердечник из этой катушки. У меня есть еще одна катушка, которая внутрь другой вставляется. И во внутренней катушке еще есть металлический сердечник. Вот. То есть, если я ничего не трогаю... Я понимаю, к чему вы ведете, но я это не могу сейчас словами описать. Значит, если я не трогаю никакую конструкцию, у нас прибор показывает ноль. Но если я перемещаю одну составляющую относительно другой, только в этом случае у нас возникает ток. То есть, вот сейчас по внешней катушке у нас ток идет, она подключена к источнику тока. Но по внутренней катушке, к которой он подключен гальвонометр, она подключена ко внутренней катушке. Тока нет. Но если я буду перемещать относительно внешней подключенной, возникает ток. Возникает ток. Соответственно, если перемещать это постоянно, то будет постоянный ток. То есть важный параметр возникновения тока — это то, что магнитное поле должно быть переменное. Переменное магнитное поле. Как себе вы это объясняете, Миш? Магнитное поле меняется? Переменное. Если находится в движении, то оно будет меняться. Так? Так получается? Да. То есть меняется, скажем, как это объяснить, не сильно научным языком. Значит, у нас есть у любого поля характеристики. Ну и мы знаем, что на расстоянии поле, допустим, слабее. То есть магнитный поток ослабевает с расстояния. А чем ближе, тем больше. Да. Соответственно, когда я вынимаю катушку, то поток магнитный ослабевает. То есть поле уменьшается по величине. Вот это вот есть, фактически это есть переменное поле. То есть оно уменьшается и увеличивается, уменьшается и увеличивается. То есть я когда вынула, у меня магнитный поток уменьшился. Когда я, наоборот, вставляю обратно, магнитный поток увеличивается. Но он тоже меняется. А так он не меняется. Там напряжение, я думаю, что оно незначительное, но все-таки показательное. Она все-таки движется. А что будет, если из катушки вынуть внутреннюю и из нее еще вынуть сердечник? Полностью разобрать. Нет, надо сначала тогда сделать вот так вот, а потом вот так вот. Ничего не было. Вот сейчас не было. Слабенько. Гальвонометр нам ничего не показал. А, не подключено. Кстати, мы же задавали вопрос нашим слушателям, да? Да. Нет? Да. Задавали. Задавали. А какой вопрос был? Что такое магнитное поле? Нет, нам отвечали. Нет, на магнитное поле нам ответили. Мы еще какой-то вопрос задавали. Кто и когда? А, кто и когда. Я давал вопрос. Не было звонка, давайте ответим на этот вопрос. Значит, ну, первым обнаружил именно отклонение магнитной стрелки ученый датский по фамилии Эрстет. Ой, что-то незнакомо. По фамилии Эрстет, это было в 1820 году. Ну, сравнительно недавно. Ну, 200 лет почти назад, да. Ну, сам магнит, он где-то порядка, там, больше двух тысяч лет назад был открыт, поэтому сравнительно недавно. Вот. А как и многие открытия в науке, это произошло случайно. Странно, мы рассказали, а нам звонок уже есть. Алло, добрый день. Ну, послушаем, ладно. Здравствуйте. Здрасте, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Где ты учишься? Меня зовут Алеша. Алеша, где ты учишься, Алеша? Я учусь в 52-й школе. Ага, сколько тебе лет? Мне 11. Леша, ты уверен, что хочешь ответить на вопрос, на который мы сейчас только что ответили? А, ну, я прослушал. Ладно, отвечай. Подожди, я тебя хотел нарочно немножко смутить. Отвечай, конечно же, да, говори. Я думаю, что это Ханс Кристиан Эрстет. Молодец, вот он назвал, как зовут. Я даже не сказала, как зовут. Видимо, Леша как раз звонил в тот момент, когда вы, собственно, озвучили, да. Да, ну да. Леш, тебе интересна тема магнетизма? Да. Да? Ну, ты, наверное, уже много чего знаешь по этому поводу. Ну, есть у нас. Да, вот как, например, сделать электромагнит самому, да? Там нужна катушечка, и она будет примагничивать. Хорошо, мы тебя передаем нашему редактору, поздравляем тебя, желаем тебе хорошего настроения. Сейчас наш редактор озвучит те призы, которые у нас есть, и ты без подарка не останешься. Так, продолжаем. Вот, открыл он совершенно случайно, это обнаружил. Значит, он показывал студентам на лекции протекание электрического тока, то есть замкнутые цепи. Значит, что происходит, как зависит одна величина от другой. И у него, значит, на столе находился компас. И вот при замыкании электрической цепи, значит, стрелка компаса отклонилась. То есть ему сначала показалось, что мало ли какая-нибудь вибрация, там еще что-то. То есть он поменял направление, стрелка отклонилась в другую сторону. Вот, то есть это символизировало то, что у нас же стрелка компаса, магнитострелка реагирует на изменение магнитного поля. Значит, вокруг проводника стоком возникает магнитное поле. Вот. Ясно. Может, вы знаете, какие-нибудь чё фамилии громкие? Само явление вот это как называется? Магнетизм. Магнетизм. А, ну да, в этом случае. Я уже просто перепрыгнула к следующему несколько явлений. Электромагнитное, да? Да, электромагнитное. Сейчас мы будем с вами разговаривать еще об очень интересном явлении, к которому подошли электромагнитные индукции. А давайте перед этим вопрос зададим. Нашим юным слушателям. Давайте зададим вопрос. Миш, ты хочешь задать? Давай. Давай. На какой природный навигатор ориентируется птица при перелете? А, ну это интересно, да. Отойдем несколько от науки. А вот это я знаю. От науки физики. От науки физики. Да, ну можно немножко переиначить вопрос, да, почему птицы, вот как они знают, что им нужно вернуться, да, весной вот именно туда? Да, Миша, об этом идет? Об этом идет речь. Вот как они определяют? Это напрямую связано с сегодняшней нашей темой. Так ведь? Так. Продолжаем. Итак, значит, явление электромагнитной индукции. То есть вот этот опыт нам как раз-таки и показал, что переменное магнитное поле, в переменном магнитном поле возникает индукционный ток. Вот. И здесь тоже было очень много различных опытов. Самая, наверное, громкая здесь фамилия, к которой он принадлежит именно исторические открытия этой выявления, это Майкл Фарадей. Вы слышали, наверное, эту фамилию, значит, он засветился не только здесь, вот. Ну, а здесь есть не менее интересные какие-то вот исторические моменты, значит, всегда же очень много учеными занимаются изучением одной проблемы, и первенство достается кому-то одному, вот. И здесь, пожалуй, вот мне очень жаль одного ученого, всегда рассказывая эту историю, вот, и она такая несколько для него печальная, но он как бы реабилитировался в других отраслях, вот. То есть успел наверстать, да, в чем-то другом. Да, и, значит, сделал открытие в другой сфере. Значит, ученый по фамилии Калладон, то есть вот он занимался вот этими опытами. Калладун? Калладон, швейцарский ученый Калладон. Вот, в течение 10 лет он занимался вот подобными опытами, которые мы сейчас с вами продемонстрировали. И в чем была его ошибка? Вот вы видели, что если магнит не перемещается, катушка не перемещается относительно, значит, другой, то индукционный ток не возникает. Вот, а он, значит, работал один, не в коллективе ученых, и, видимо, чтобы избежать внешнего воздействия какого-то, он взял и вывел, значит, приборы в разные комнаты. То есть в одном месте была катушка с магнитом, а длинная провода, и в другой комнате, значит, стоял прибор, который показывал наличие тока. То есть он приходил в одну комнату, двигал магнит в катушке, значит, в этот момент прибор в пустой комнате показывал ток индукционный, вот, а потом он шел, значит, магнит оставлял в покое, шел смотреть, что там на приборе. В этот момент стрелка уже возвращалась на ноль, вот, и, значит, открытие не совершилось. А Фарадей собрал установку на одном столе, не уж не знаю, может, проводов не хватило, может, там еще что-то. Вот, но, тем не менее, это сразу было наглядно, и потом последовали серии опытов. Магнит относительно катушки, катушка относительно магнита, разные сердечники из разного материала, вот, и так далее. И на основе этого был сформулирован вот закон электромагнитной индукции. Значит, вот мы можем с вами посмотреть... А в чем закон-то заключается? Закон заключается в чем? В том, что в переменном магнитном поле у нас наводится индукционный ток. И, значит, электродвижущая сила, вот эта, которая там возникает, она прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока. Вот, то есть чем быстрее мы это делаем... Я понимаю, что проще это, конечно, не объяснить, да, вот, но все-таки, да. Ну, вот, основная суть это то, что в переменном магнитном поле возникает индукционный ток. А пример из жизни? Приборка конкретный? Пример из жизни. Что покажем? Ну, вот, можем сейчас показать, давай, с лампочкой. Вот это жизненно, не настолько развлечение. То есть вот у нас есть катушка, катушка Томпсона. Томпсон — это ученый, соответственно. Томпсон — это тоже ученый, да. Да. И, значит, мы видим, что лампочка ни к чему не подключена, она просто на мотке проволоки. Вот. Лампочка не горит, ни к чему не подключена. И если мы включаем катушку, и, значит, что мы, видите, делаем? То есть мы, опять-таки, перемещаем в магнитном поле этот замкнутый контур. Именно при переменном магнитном поле у нас возникает... То есть вот в этой катушке, где лампочка, да, возникает ток, соответственно, и поэтому горит. И поэтому горит. Там лампочка горит. Интересно? Да. Видишь, Петя, Злата, да? Так. Ну вот тут у нас еще есть разные проводники замкнутые, и не только. Из разного материала и, соответственно, разной массы, там, разной толщины и так далее. Сам поймаешь. Все, подпрыгнет? Да, подпрыгнет. Ой! Да, поднялось достаточно высоко. То есть что здесь у нас возникает? Из какого материала вот это вот колечко? Алюминий, да? То есть у нас возникает в замкнутом проводнике в магнитном поле возникает, значит, индукционный ток, вокруг которого тоже магнитное поле, и вот оно отталкивается. То есть возникает такой своеобразный магнитный вихрь. Антагонисты такие, да? Магнитный вихрь. То есть это тоже магнитная пушка своеобразная. Это из меди колечко, да? Ага. Из меди? Оп, тоже подпрыгнула. Но они так уже высоко. Оно тяжелее. То есть у него масса больше, поэтому... Вот. И есть у нас еще... Давай вот эта тоненькая. Вот эта. Угу. То есть вот здесь оно тоже медное, но у него масса намного меньше. Поменьше, да, вижу потом. Да, намного меньше. Вылетело. Но так, в принципе, оно начинает левитировать, да. То есть оно не всегда вылетает, иногда просто левитирует на этом стержне. Угу. Мы задавали вопрос. Не получили на него ответ. Отвечай, Миша, сам. Ой, на магнитное поле. Ну, конечно же, магнитное поле. Представляете? Можно немного прочнить? Да, пожалуйста, конечно. В общем... Поближе к микрофону. Думаю, вы все знаете про голубинную почту. То, что голубя привязывали письмо. Когда-то использовалось, да. И они летели к тому, кому адресовано это письмо. Они ориентировались по... В общем, у них в клюве находилась частица, то есть такой своеобразный магнитик, по которому они ориентировались по магнитному полю Земли. И так они долетали до какого-то места. Могли сориентироваться... Если проще, смогли сориентироваться, где север, где юг, где восток, где запад. Вот, уважаемые ребята, наши слушатели, если вы не знали, что птицы перелетные находят дорогу именно благодаря магнитному полю, они его чувствуют, да? Не такой уж разогревательный вопрос получился. Запоминайте. Вот еще хочу спросить. Может, немножко вас собью, но не хочу сбить. А вот люди, которые хвастаются тем, что они способны держать железные предметы. Ложки, вилки на себе. Это же тоже хотела, но приходила. Это шарлатаны, фокусники или они действительно примагничают? Фокусники. К себе. Ну, не знаю, мне кажется, не может быть такой магнитной аномалии. Но я смотрю на это скептически, честно говоря. Но ведь человеческое тело в ток проводит? Проводит. Проводит. Если подключить небольшой ток к человеческому телу, магнитное поле, это по идее ведь должно быть? Должно. Возник от электромагнитное поле, да? Ну, чисто теоретически-то да. Чисто теоретически, да. Если человеческое тело, это проводник. Так, надо попробовать будет. Это наши любимые опыты, что мы тут приводим через себя. Помните, с катушками к вам приходили сюда? Ну да, да. Пара минут у нас остается совсем. Да, давайте еще посмотрим как раз-таки пару опытов. То есть для сравнения вот с одним кольцом, если мы сейчас включим, оно не подлетает. С чем это связано? Это связано тем, что оно у нас разрезано. Разрезано. То есть проводник не замкнутый. Понятно. То есть сток не... Цепь прервалась, так скажем. Да-да-да, цепь прервалась. Вот. И еще у нас очень хочется показать, есть достаточно интересный опыт. Значит, вот у нас есть алюминиевая трубка. Ага. Алюминиевая трубка. Давай продемонстрируем, что у нас, во-первых, она полая. Полая абсолютно? Да. Миш, ничего нету там? Нет. Нету. Александра, видите, да, там? Вот, кроме того, мы с вами знаем, что у нас магнит не магнитится к цветному металлу, да? То есть вот не магнитится у нас магнит. И, значит, покажи еще, что диаметр магнита меньше, чем вот трубка. Да. Магнит свободно может проходить внутри, да, этой алюминиевой трубки. Значит, ну вот возьмем для сравнения не магнита. Давай сначала стальной грузик, быстренько сейчас покажем. И, соответственно, по сечению они, в принципе, почти одинаковые. Угу. Вот. Почти одинаковые. Отцепляй. Так. По сечению. То есть, перемещаясь в этой трубке, они не задевают стенки. И тот, и другой. Значит, вот мы грузик бросили через трубочку. Он у нас прилетел очень быстро. По трубке он прокатился и у полный. Теперь для сравнения магнит. Вы видели, что он не магнитится к трубке. Сейчас мы будем бросать магнитик сквозь трубку. Что происходит? Почему он притормаживает? У нас магнит долго-долго падает. То есть это так называемый магнитный тормоз является вот эта вот трубка. Значит, что здесь происходит? У нас алюминий не магнитится, но это же проводник, да, вещество, которое проводит электрический ток. И, соответственно, при перемещении магнита у нас тоже возникает вихревое магнитное поле, которое выталкивает магнит. Но благодаря силе тяжести он все равно, естественно, продавливается вниз. Если, скажем, взять трубку с толстыми стенками, где сильнее будет создаваться, более сильное магнитное поле, и, значит, магнит меньше массы, то он, вот, может, видели опыты в интернете, он способен там левитировать, то есть зависать даже. Да? Да, то есть сила тяжести есть не очень велика, вот, а так он падает вниз, но тормозится за счет вот этого вихревого магнитного поля возникающего. Это вот тоже явление электромагнитной индукции. Электромагнитная индукция. Сколько много новых слов сегодня узнали, да? Узнали много новых слов, да? Опыты посмотрели очень интересные, просто у нас близится уже к завершению программы «Открывашка», но я действительно буду обдумывать сегодняшнюю передачу недели две минимум, да, вспоминать школьную программу, сопоставлять, что да как. Что самое было интересным для тебя, Миша, сегодня? Посмотреть на опыты? Да. Да, Петь? То же самое на опыты. То же самое на опыты посмотреть, Злата? Ну, на опыты посмотреть. И на наших гостей-физиков Марину Толмачеву и Александра Ирниенко. Очень приятно. Спасибо большое. На этом завершается программа «Открывашка». Еще раз поздравляем всех, кто сегодня поучаствовал и получил наши призы. Не забывайте о том, что программа «Открывашка» выходит каждое воскресенье, начинаем мы в 10.05, в 10.06. Так что слушайте. Количество участий в «Открывашке» не ограничено. Можете звонить нам каждую неделю. Всем хорошего дня, хорошего настроения и пока. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Детская познавательная программа «Открывашка» и «Открывашка».